Этот год для Краснодарского края особенный. 75 лет со дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. Тяжелые годы Великой Отечественной войны, неостывшая боль, афганских ран, военные действия в Чечне. И каждое время рождают своих героев. Мы должны помнить тех, кто освободил этот город, что сегодня светит это яркое солнце, что сегодня спокойно мы можем трудиться и главное учиться. Особенно хочу обратиться к вам, ребята. Все это делается для вас, чтобы вы помнили тех, и какой ценой завоевана эта свобода. Воин, как правило, погибает дважды. Первый раз на поле боя, а второй, когда память о нем исчезает из людских сердец. Я хочу обратиться, конечно, в первую очередь к молодежи. Вы строите свою жизнь, и каким оно будет, зависит только от вас. Всякий раз, когда приближается 21 сентября, день освобождения Анапы, жители вспоминают о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей страны. Обо всех, чьи имена высечены на памятниках и мемориальных плитах, увековечены в названиях улиц, а тех, чьи имена остались неизвестными, чье имя – солдат. 385 дней и ночей Анапа находилась в оккупации. Более трех тысяч солдат и мирных жителей покоятся в братских могилах на территории муниципалитета. Останутся мемориалы и обелиски. И останутся навсегда три свечи, как память погибшим анапчанам в Великой Отечественной войне в Афганистане и Чеченской республике. Руслан Душевский, Анапа-регион.